Всем привет-привет! С вами Флэшка и это Женские Игры. И мы продолжаем развлекаться на сборочке Материальная Энергия от Parcels. 31 юбка, как-то так. Ну, вообще, пацан... Пацан, я не знаю, пацан ли это. Ну, в общем, человек молодец, просто молодец. Карта. Конофетка. Ну, пока что не конфетка, потому что еще встречаются некоторые недочеты. Ну, в общем, ребята, а что не без проблем. И давайте сегодня, как я и обещала в прошлой серии, сегодня займемся Майндчемом. О, это для меня прям как космос, что-то неизведанное. И, кстати, в школе я просто ненавидела химию, нам очень не повезло с учительницей. И она как-то не сумела привить у нас любовь. Еще, если в ней органики, я как-то шарила, но когда дошло дело до органики, все, все, флэшка ушла в подполье. Ну, как-то на четверочку вроде я сдала, но для меня это был не показатель. То есть я знаю, что я ее не знала на четверку. То есть вот так, чисто для себя я могу сказать, что я ее чисто на три знала. Как-то так. Но получила четверку, и это хорошо. В общем, у нас первое задание есть. Chemical Decomposer. То есть штуковина, которая будет у нас разделять наши вещи на элементы. Вот сколько у нас всяческих chemical bucket. Это, видимо, разные-разные-разные элементы. Они еще и в жидком состоянии. Как их получили в жидком? В общем, даже не знаю. Chemical Decomposer. Вот как делается вот эта штука. Лабораторий блоки. У меня есть лабораторий блоки? Есть 14 штучек. Надеюсь, хватит. И нам нужны еще вот такие. Atom Shrinker. Shrinking Module. Короче, шрёдер для атомов. И Atomic Manipulator. Давайте посмотрим, как он делается. Делается вроде просто. У меня нету пистонов. Мне надо 8 пистонов. 8. Я чуть Shift не нажала. Давайте 8. Есть. Есть. Есть такая буква. Ху-ху. И еще вот этот Shrinker. Нам нужен Basic Capacitor. И еще 4 пистона. Давайте сначала сделаем 4 пистона. У меня кончилось дерево. Вы шутите? А то вы шутите. 1, 2, 3. Есть. Закидываем в систему. И у нас было задание на Damascus Steel. Мне кажется, что она у меня там должна быть. Давайте проверим. Да, все есть. Это из какой-то сумочки выводили. С Damascus Steel мы с вами делали. То есть все это у вас должно быть в системе, если вы где-то не профукали это все. Потому что и такое бывает. Знаете, я умер где-то не там. Еще что-то или пустил на оружие. И теперь хопа. И у нас есть Chimiple Decomposer. Но кажется, вот этой штуке энергии не надо. Давайте посмотрим. Мы ее поставим. Как бы ее поставить? Как бы ее поставить? Ну, пускай стоит вот так. Мне кажется, ей не надо... Ой, ее задание... Давайте выполним задание. Хорошо, что засчитала. И мы получили Lidstone Energy Cell. Energy Cell это всегда хорошо. И хорошую сумочку получили. И открываем. Да, вытаст... Просто без комментариев. Нет, Tingers Construct я люблю. Но не до такой-то степени жишь. Это при том, что инструменты фактически не ломаются. Их можно чинить. Тем более вот эти флинтовые и всякие вот разные. И вот у нас начинает раскрываться веточка заданий по MindChem. Все дальше и дальше. И давайте сразу сделаем вот этот Chemical Synthesator. В общем, машинка, которая будет синтезировать нам это все. Тут как бы надо было сразу делать стэк пистонов. Я думаю, что они мне пригодятся. Давайте. Сколько? 56. До свидания. Нормально. Все хорошо. 56 пистонов. Тоже хорошо. Вот это Atomic что-то там. И теперь нам надо Enlarging Module. Есть все? Есть все. Хорошо, что нам давали эти Basic Compasitor. И хватит нам ли лаборатории блоков? И лабораторных блоков нам хватило. Вече замечательно. Но поставлю я ее чуть в сторонке, потому что ей уже нужна энергия. Причем, мне кажется, в нормальных количествах. Отлично. Отлично. Получаем опять награду. И нам еще дали сундучок. Сундучок нам дали. Непростой сундучок. Мы его поставим в сторонке, потому что он для реактивных всяких веществ. Видите, у него очень мало этих. Но иногда, когда вы там разлагаете элементы, у вас может получиться элемент радиоактивный, который будет вас дамажить. Просто будет вас дамажить по полной программе. Нет, это в третий находила. В общем, здесь еще не находила. Так, открываем книжечку. Отлично. И нам еще предлагают сделать микроскоп. Микроскоп и химический журнал. Давайте посмотрим. Chemical. Давайте микроскоп сделаем. Микроскоп. Микроскоп делается вот так. Что у нас нет? У нас всего вот этого странного нету. Нам нужны Glass Paint. У меня нету стекла? Что, серьезно? Ну вот же есть стекло. Почему ты меня обманываешь, дружище? Прошу тебя, не обманывай меня. Если я говорю, что мне нужно стекло, значит мне нужно стекло. А ты меня начинаешь обманывать. Нам нужны вот такие странные штучки. Значит, вот так. Этих две. А вот эта такая изогнутая одну. Всего хватило? Всего хватило? А он начинает мне рассказывать, что чего-то его не хватает. Это как бы линза для микроскопа. Даже по крафту очень и очень приближенная до реальности. Вот здесь поставлю. Возле сундучка. И в общем, в общем, мы можем взять какой-то предмет. Сюда запихнуть. А, еще тебе нужен журнал, да? Возможно, тебе еще журнал надо. Потому что по заданию книжку Чемистик. Чемистик журнал. Вот, есть такой журнал. Делается из книжки и стекляшки. Есть журнал. Хорошо. И в награду мы получили уже какие-то элементы. Смотрим на них. Да, они безопасные. Это у нас Зоисид, Перидот и Топас. Очень интересные элементы. И хорошую сумочку. И опять Голден Лосу. Чтобы хорошо было. Я уже не могу дождаться, когда у меня будет эта лаборатория Миними. Что там для нее надо сделать. И смотрим, что еще. Этим сейчас заниматься не будем. Пойдем вот эту веточку. Нам говорят сделать цукроз. А, это цукроза. Цукрозу нам предлагают сделать. Ну, в общем, с Неи Майн Чем становится намного проще. Потому что если без Неи, я не представляю себе, как это все делать. Вот, нам нужна цукроза. Из чего она делается? Она делается из сахара. Или здесь еще можно снизу. Из хлеба. Из тростника. Давайте посмотрим, что у нас есть. Есть у нас щугер. Есть у нас щугер. Тридцать две штучки. И пихаем это сюда. Даже можно шестнадцать только пихнуть. Нет, ему нужна энергия. Давайте поставим здесь одну Аликсдон. Мерчисел. И она будет у нас отдавать сюда. Все. Завертелось. Закружилась. Я здесь поставлю генератор. То есть я эти две машинки буду запитывать отдельно. Все. Мы получили цукрозу. Кажется, достаточно. Да, надо было десять. Мы получили чуть-чуть больше. И забираем нашу награду. Баночки надо сразу сюда скинуть. Это эти баночки по чуть-чуть использовать. Потому что они у меня тупо копятся. И опять хорошая сумочка. И опять лассо. То есть вы видите, насколько мне не везет с наградами здесь. Мне уже даже кажется, что там повторы какие-то начинаются. Или я могу получить, в принципе, всех игроков, которые играют в Майнкрафт. Я хочу Рамона. Маленького Рамона. В Рапса. Да. Так, отвлеклись, отвлеклись. И вот у нас доступна просто невероятная теперь ветка всяких-всяких химических этих. И я не знаю, интересно ли вам, но я это все буду делать на запись. Так что держитесь, держитесь. Просто вам не будет. И ксилитон. Ксилитон. И нам его надо одну штучку. И давайте смотрим, из чего его мы можем получить. Ксилитон. Ксилитон. Это у нас С5H12O5. То есть мы его можем тупо сложить сами. Вот в том... Да. Потому что так его добыть мы не сможем. Мы его можем сложить. Для этого нам надо карбон, гидроген и оксиген. Вот видите, в таких количествах. Карбон. Я так думаю, что с угля мы получим. А, гидроген и оксиген. Давайте посмотрим, из чего лучше добывать. Из баночки воды. Вообще из множества различных просто воды. Хочу какой-то этот найти. Может морковку лучше. А, арбузик. Мне кажется, арбузик. Мелон. Мелон. О, внизу. Я, кажется, все оставила внизу. Все свои арбузики. Или морковку. Или морковку давайте пустим. Давайте попробуем морковку. Энергия у нас... Оно сожрало уже прилично. Давайте. 15 морковки пустим. Ретинол мы получили. Раз, слагаем ретинол. Карбон, хидроген, оксиген я так и не получила. Хидроксид. Оооо. Все, все, стопе, стопе, дорогуша. Гидроген, карбон сюда, в эту сторону положим. Опять и гидроген, карбон. Очень много получилось. Это в эту сторону положим. Ну, давайте тогда спустимся за арбузиком. Мне кажется, в арбузике там есть много. Ну, чисто логически. Нет у меня арбузика. Почему у меня нет арбузика? Возможно, он наверху. Я уже забыла, что где у меня лежит. Деревьями надо будет заняться. И все-таки сделать два генератора вот для этих штуковин. Нет, там еще заначки лежат. Лежат заначки? Не лежат заначки. Черт. Ну, давайте тогда посмотрим, что нам не хватает. Нам не хватает оксигена. Ооо. Оксигена, оксигена, оксигена мы можем получить. Вообще, вообще из всего, чего только можно. Из земли 7% мы этим, 10% из каблы. Просто из воды. А воду мы можем получить. Лед в растопе. Ну, давайте каблу, что ли, или землю. Давайте дирт. Дирт. Дирт у меня декомпостного давать дирта даже нету. 36 штучек должно быть достаточно. Даже боюсь много давать. Нет, тут ничего не получилось. Очень мало. Очень мало воды получилось из дирта. Еще и побочная вода. Ну, давайте еще дирта тогда. Стэк 2. Что нам? Нам надо оксигена. Много. Так что... Непрога какая-то. 5 оксигена. Я забыла, с чего я его добывала много. Видите, в земле вообще всякой-всякой гадости вводится прям вообще. 8 оксигенов. Так, мне 8 оксигенов хватит сюда или нет? Нет. 5. А, хватит. Все. Давайте делаем эту штучку. Жаль, что нельзя по shift-клику. Поставим сюда батарейку. Батарейку теперь будем ставить с этой стороны. Здесь будет генератор. Отдавать ты будешь сюда. Все, поехали. Он накапливает. Видите, он накапливает. И вот, чтобы скрафтить эту фиговину, здесь не надо. 30 тысяч рэфа. То есть, в принципе, в принципе, с чем это можно сравнить? Это можно сравнить из жидкой энергии, из индустриал крафта. Ну, очень дорогой, как по мне, по энергии крафт получается. Так, нам надо 5С, 12H. Так, 5С. Раз, два, три, четыре, пять. 12H. И вот у нас здесь попадается... Вы видели, что мелькало. 3, 4, 5. Е-е-е-е. Ксилитон. Все. Да. Ну, ты же уже набрал. Отдай, отдай. А, или сюда надо положить. CH. Все. Да. Оно здесь должно лежать. Вот. Вот. Нас научили и разбивать, и собирать. Отлично. Мы элементарные вещи поняли. Что уголь можно положить. Что? Сандеркет. Я даже боюсь... Я боюсь, что это такое. Надо будет какую-то клетку сделать и попробовать, что это такое. И мы получили печеньки, что тоже неплохо. Открываем нашу книжечку. И нам предлагают дальше аспирин скрафтить. Аспирин. 5 штучек надо. О, да тут сердечко. Я уже хочу. Аспирин. Разлагается он из эритра... О, господи. И делается вот таким вот рецептом. 4 О нам понадобится. Нет, 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 нет воды. Давайте, давайте, пошли, пошли, короче, смотрите, где я могу взять вот этого О. Много. Вот. Чемикл Декомпозер. 700? Ну, вы поняли. Это совсем сложные. Кабла, земля, не канает. 10% мало. Из вот этих всяких, да? Хорошо. Я что-то здесь знакомое видела. Калиум. Это уже что? Хидрониум. Хидрониум? Что-то у меня такое есть. Нет, я ошиблась. Вот здесь можно навести... Вот смотрите. Зойсид. Зойсид. Там написано, что там есть О... Нет, там слишком много элементов. То есть здесь просто О, Э, Ч, О... Вот. Давайте цукрозу разложим. Че я туплю? Че я туплю? Нам сразу дали цукрозу, чтобы мои эмали что разлагают. Вот. Вот. Все. Пошла жара. А я здесь мучаюсь. Пока оно здесь это творит, посмотрим, что у нас есть, какие части у нас есть. Давайте тогда обычный поставим, потому что у меня уже скопилось много этих. Вот так поставлю и лишнее туда закину. И этот фосфорид, и ксилит, и ретинол пускай здесь лежат. Они не очень опасные, так что... Точнее, они не опасные, так что пускай там лежат. И все. И у нас теперь оксигена прям... Прям мама дорогая. Как говорится, складывай не хочу. Замечательно. Замечательно. И что нам надо? Нам надо аспирин сложить. Но наша фиговина выжрала все. Просто все выжрала. Давайте тогда сделаем генератор. Генератор. Потому что у меня в системе только есть эти... Ну, вы поняли. У меня только лава-генераторы. А я хочу сделать вот такое. Давайте x8. Но надо трансфер ноду. Трансфер нод энергии. Посмотрим здесь. Тран. Нет у меня такой штуки. Нет, не сделаю я апгрейнутую такую штуку. Ну, делаем тогда простой генератор. Простой фюренс генератор. Будет сжечь дерево. Дерево или уголь? Нет, угля у меня мало. Куал. Ну, у меня есть бедный. Ну, пускай будет дерево. Здесь бурнинг тайм 300 и здесь 300. То есть, лучше все-таки переделать в деревяшки. 3, 4, 5, 6. И мне надо хоппер. У меня нет хоппера? Что, серьезно? Возьмем хоппер. Окей. Все. Давайте поставим здесь генератор. Потому что эта фигня шрать будет просто немеренно. Все. Работай. Он пошел. Он пошел работать, труженик мой ненаглядный. И здесь даже не накапливается энергия, потому что эта фигня просто в себя все съедает. Убираем рецепт. И нам нужен аспирин. Аспирин. Я аспирин. Аспирин. Да. Нам нужен аспирин. Значит, у него рецепт. С9, H8, O4. С9, 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 H8, O4. Вот. Вот наш аспирин. И кушать он будет за каждую штучку тоже по 30 тысяч энергии. Нам надо 5. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вуаля. Ничего сложного. Нечего сложного. Забираем награду. Наше сослуженное сердечко. Теперь я еще круче. Кстати, наша бронька не сильно и поломалась. Видите, она защищает просто бомбезно. Открываем сумочку. Еще и получили сердечко. Но для этих сердечек надо еще не кротик косточки. Так что пока что я с ними ничего сделать не могу. И открываем следующую страничку. У нас сегодня серия полностью такая, знаете, ботаны. Все приготовили свои очки. И делаем умный вид. И нам предлагают сделать ретинол. Да. Ретинол. Что-то знакомое. Ретинол. Ретинол. Его можно получить с морковки. Значит, он у меня должен быть. Ретинол. Вот. А сколько нам его говорят сделать? Нам его говорят сделать 10. А у меня 9. Вот же с осадом. Все пущу на ретинол. Морковку не жалко. Та-дам. И мы получили еще и золотую морковку. Будем, наверное, в каких-то путешествиях ею пользоваться. И что мы получили? Мы получили щит. Да, я все еще не выучила, как ими пользоваться. Этими щитами. Я знаю, что можно как-то там прикрываться. Еще что-то. Ну, это надо почитать. А так как меня не сильно припекает, то я и не заморачиваюсь этим всем. Дальше нам надо сделать тестостерон. Смотрите-ка. Тестостерон. Я думаю, ребята, если вы увлечетесь этим модом, ваша учительница химии будет только рада. Хотя он немножечко искажает. Ну, в общем. Тоже ничего. Значит, его можно только сложить. Он там С19, Аш-28 и О2. С19, Аш-28, О2. С19. Давайте я докину здесь. С19. С19. Аш-28. С19. О2. Та-дам! Сколько нам надо по заданию его тестостерона этого? Одну штучку. Одну штучку. Это 30 тысяч энергии. Это не так уж и много. Забрать награду. Открыть сумочку. Тёма. 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 Тёма тоже часто играет с Вульфом. То есть, так можно ближе познакомиться со всей командой. Это так мило. Ну, совершенно бесполезно. И давайте отправимся. Можно сделать... Что это? Кофеин. Ой, а как кофеин сделать? Давайте посмотрим. Кофеин. 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 У меня есть много. Нам нужен нитроген. Давайте, перышки. О, отлично. Ещё и водичку получаю. Это наш желанный оксиген. Давайте эту водичку пустим. И дроген, и оксиген. Ещё оксигена. Больше оксигена, богу, оксигена. Всё, хватит. А то уже слишком. Нитроген мы получили. Хорошо. Выкладываем рецепт. Деревяшки здесь перегорают. Как видите, это ещё даже не запомнилось. Так, значит, у нас... Даже можно так не смотреть. У нас С8. С8. H10. 9, 10. Дальше. N4. 1, 2, 3, 4. И O2. O2. Есть. И сколько нам говорят его сделать? Нам надо одну штучку тоже сделать. Хорошо. Всё. Награда. И мы получили ещё кофеина. Ещё кофеина получили. Это просто какое-то жуткое невезение. Просто жуткое невезение. Давайте посмотрим, что мы можем сделать с этим кофеином. Мы с кофеином можем биомодифайер сделать всё. Да? Я думала, что я из кофеина смогу сделать, ребята, ну вы поняли, бобы. Хорошо. Ещё в эту сторону нас понесло. То есть развлекаться можно бесконечно. Давайте амино... Аминооксид. Глицин. 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 Давайте сделаем. Если вы химики и вам больно слушать то, как я обзываю элементы... Простите меня, пожалуйста. Я ничего с собой поделать не могу. Глицин вот этот синенький. А я его могу из чего-то добыть? Я его могу добыть из шерсти. И это не проблема. Потому что шерсть у меня есть. Просто белая шерсть. Сколько нам надо этого глицина? Одну штучку. Так что... Одну. Всё. И мы получили глицин. Это же китаниум диоксид из шерсти. Да вы гоните. Мясцо, мясцо, мясцо. Надо бы скинуть сразу в систему. Она мне мешает. Здесь в рюкзачке. Я не сомневаюсь, что его можно... Открываем сумку. Я просто даже комментировать это не буду. Я просто не буду это комментировать. И всё. Потому что если я начну это комментировать, то мне придется ставить на серии 18+. Успокоились. Всё нормально. Продолжаем. Making Diamonds. Ху-ху. Ребята. А это уже звучит хорошо. И значит нам надо Carbon Nanotube. Ну то есть вы поняли. Алмазик это такие маленькие карбоновые трубочки. Они... Поэтому они очень крепкие. Дела дрова. В общем нам надо 5 штук. 5 штук. 5 штук. Carbon Nanotubes. Carbon Nanotubes. Мы можем получить, конечно, их из алмазиков. Но можем и скрафтить. Что мы и сделаем. А не, у нас там куча карбона уйдёт. Это на одну штучку уходит столько карбона или что? Да? Вообще. А нам надо 5. То есть нам надо 1, 2, 3, 4. Нам надо 20 стеков карбона. А это вызов. Ребят, это вызов. И вы знаете, что происходит, когда игра мне бросает вот такие вызовы, где много чего надо. Я просто упарываюсь и делаю так. Можно пойти простым путём. У меня есть 9 алмазов. То есть я 5 алмазов раз сплавлю и получу то, что мне надо. Но! Не тут-то было. Не тут-то было. То есть я иду сюда. Я смотрю, что мне надо на карбон. А на карбон мне надо... Я могу просто уголь пустить. Кстати, я могу свой бедный уголь пустить. Точно? А почему бы и нет? Мне кажется, что он пойдёт. Если он пойдёт, то это будет самое эффективное использование моего... Ты вообще бесполезна. Ты вообще бесполезна. Всё. Всё. Нет, я всё-таки это сделаю. Короче, ребята, я сейчас уйду за кадр. Наверное, на полчаса. Но для вас это будет просто секунда. Ребята, я решила не переправлять этот бедный, короче. Я там нашла ещё несколько у меня dense ore было угольных. В общем, на 21,5 стека карбона у меня ушло чуть меньше трёх стеков угля. Вот так вот. Не так уж и много. У меня, кстати, ещё здесь был карбон. Так что вот это убираем. Значит, карбон, 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 карбон. Есть. Оксикен убрали. Гидроген убрали. Недроген убрали. Запихиваем сюда по максимуму карбона. Вот это убираем. Карбона. По максимуму карбона. Итак, один есть. Опять допихиваем карбона. Два. Допихиваем карбона. Три. Это мне прям четыре и пять. Ребята, это шикарно. Это прям вообще нету слов. Всё. Всё. Игра будет мне делать вызов. Так. Я сама кому хочу вызов брошу. И в общем мы получили... Получаем в награду алмазик и эндер-алмазик. И эти трубки ещё и у нас не забрали. То есть вообще шикарно. И вот с этих трубок, мне кажется, можно сделать уже... Вот смотрите. Можно сделать алмазик. Даже алмазный блок, я бы сказала. Из трёх штучек алмазик делается. Из девяти алмазный блок. Ну, в общем, дальше веселее, как говорится. Но пускай эти бедные руды у меня дальше переплавляются. Вот я ещё заберу их. Кур, кур, куал. Сколько у меня её есть? У меня её прилично. Так что, если я её всю переплавлю и даже на трубке тупо пущу, тоже какая-то польза будет. Ну, хоть какая-то польза. Давайте... Она сверху будет собирать. Пускай себе плавится всё. Я ещё здесь в печке закину. В общем, в общем, это задание мы выполнили. Ещё у нас есть задание на пропан. Пропан. О, наконец-то нам дадут ещё один генератор. Хорошо. А то я уже думала и для этой машинки делать. В общем, нам надо 10 пропана. Давайте посмотрим на его рецепт. Пропан. Хорошо. Хорошо. Можно ли его добыть? О, его из битума можно добыть. Так что, это вообще халява. Из сырого битума, я это полагаю, да? Из сырого битума нам надо 10 штучек. Так что... Вообще. Вообще халява. Просто нереальная халява. И давайте я этот генератор прямо вот здесь и поставлю. Потом мы его загрузим чем-то. Кстати, о битуме... Что нужно ещё с битумом делать? Мне кажется, его как резина можно использовать. Вот этот тар, да. Этот тар используется как слайм, как резинка. В общем, не очень бесполезная, но не сильно полезная. Мы ещё такой Steam Dynamo получили. Тоже хорошая, как по мне, штучка. Печенек. Прямо у меня всё больше и больше. Так, это было вообще простое задание. Хорошо. Отправляемся дальше. И вот Polytool, что я вам хотела показать. Здесь, наверное, шикарная награда. Но Polytool делается из четырёх стеков вот этих трубок. Polytool. Вот. Вот. Ещё и кушает... Сколько он кушает? Он кушает 18 миллионов энергии. То есть... Это мне ещё здесь надо накопить столько энергии. 18 миллионов. У меня здесь буквально сейчас 800 тысяч, наверное. Пока я там крафтила, у меня очень много ушло. Так что Polytool, это я считаю, что это более для позднего выполнения квеста. Дальше у нас есть Cobalt. Задание сделать... А, нам надо просто 64 Iron, да? Это вообще не вопрос. Iron. Если нам дадут сразу Cobalt. Cobalt и Ardite. 64. Стоп. Вовремя остановила. Четыре штучки железа. Дают вам 64 Iron. И мы получили 4 Cobalt. Четыре, как бы, не очень много. Но что мы с ним можем сделать? С Ardite это понятно. Это понятно. Мы можем переплавить. Можем... Можем... А в чем суть тогда? Можем... Так. Переплавить. В Лос-Мантере. Можем расплавить. Можем разложить его на Cobalt. Как мы его можем получить? Можем ли мы его синтезировать? Да. Из 16 Cobalt. Хорошо. Откуда мы можем получить Cobalt? Cobalt из Cobalt. Это вообще логично. Cobalt из такого Cobalt, из такого, из такого, из такого. Хорошо. Мы его можем получить из Cobalt нитрата. Интересно. Из цинка. А цинк откуда? Из просто кактуса зеленого. Ооо, ребятки. Теперь я знаю, что я сделаю со всем своим зеленым. Все. Все, я нашла... Сумочки награды продолжают меня троллить. Просто продолжают троллить. Жестоко и беспристрастно. Успокоились. Все нормально. И мы еще какое-то одно задание. Покефериум. Покефериум. Это потом. Это, мне кажется, в Незер. Этой. Короче, в сфере Незер. И давайте сделаем теперь еще, значит, вот это Эпо. Эпо. Э-ри-т-ра-ч. Простите меня, если это скучная серия, но я хотела эти задания поделать с вами на камеру. Потому что мне кажется, что это очень хороший мод, но он недостаточно освещен, по крайней мере, в русскоязычном ютубе. В секторе русскоязычного ютуба. Вот нету достаточной информации по этому. И я не считаю, что я даю вам какую-то информацию. Я просто вам показываю, как я делаю задание. Все. Это не гайд, не пособие. Просто я делаю с вами задание. Я также не понимаю, что здесь сердечко дает. Я уже это хочу. Так. Я заговорилась и опять это вывалилась из реальности. Значит, сколько нам его надо? Нам его надо один. Это уже радует. Значит, мы его сможем скрафтить. Для этого надо аспирин и тестостерон. Что нами предлагали сделать ранее? Аспирин и тестостерон. Я уже забыла вид этих штучек. Аспирин и штучек. Тестостерон. Тестостерон. Вот такой он с розовой верхушкой. Вот он. Нам его больше надо будет. А нет. Нам одну штучку надо. А там надо будет больше. Нет. Я уже забыла название. Название этой штуки. Эритроферин. Что там с кровью связано. Эрит. Вот так. Нам надо 3 тестостерона. А что, больше вот никак. Никак, да? Надо 3 тестостерона и 3 аспирина. Тестостерон мы получали тогда из... Вот. С, А, А, Ш, О. Ну, давайте сделаем еще 2 тестостерона. Ну, С19, H28. С19. 19. H28. У нас что, больше H нет? Стопэ. Сюда. Хорошо. H28 и О2. О2. Хорошо. Есть. Нам надо 2 штучки. Есть 2 штучки. Теперь это все убираем. Здесь чуть-чуть сдвинули. Давайте. Вы сами там как-то... Раз, два, три. Порядок имеет значение, да, ребята. Сначала тестостерон 3 штуки. Раз, два, три. Все. И мы получили эритропоэтин. Эритропоэтин какой-то там. Какой жуткий. Но меня здесь больше прельщала награда. И я получила очередное сердечко. И я себя все более и более уверенно чувствую. И мы еще и 5 этих получили. Хорошо. И следующее задание. Я так вижу. Мы с вами доделаем вот еще досюда. И, наверное, на этом будем заканчивать. Потому что я вас просто жутко мучаю вот этими заданиями. Нам надо сделать эпинефрин. Уже хоть какое-то название, которое мне знакомо по произношению. Эпинефрин. Из чего он делается? Он делается из карбона, из нитрата и гидрогена. Мне кажется, что у меня есть нитрат. Нет? Мне только кажется. Мне казалось, что у меня есть вот этот нитрат. Айрон. Смотрим. Откуда он берется? Он берется из... Из... Из всяких разных. Хорошо. На единичку вернемся. Он берется из... С трониумитрата. Он берется с кобальта. Он берется с chemical bucket. Хорошо. Он из сирина берется. Сирин. А сирин откуда берется? А сирин берется из ниточек. Так что нам нужен сирин. Нам нужны ниточки. С-т-ринги. Стринги. Мы разложим стринги на ниточки. А сирин потом разложим на... Вот сирин, который нам надо. А его потом разложим на то, что нам надо. Вот нитрат. Отлично. Все предельно просто, ребят. Надо ли нам столько? Думаю, нет. Оставим чуть-чуть. Берем нитрат. Остатки сюда. Нитрат у нас есть. Вот. Надеюсь, больше не буду чихать. Убираем эту схему отсюда. Сюда убираем аспирин. И проверяем нашу схемку. Можно так даже смотреть. Нам надо... Почему здесь нету О? Ага, это Н. Он и есть. НО3. Хорошо. Нам надо С9, Н13. С9. С9. Н13. Есть. И один вот этот. Все. И мы получаем эпинефрин. Отлично. Отлично. Хорошо. И нам еще дали эпинефрина в награду. И дали сумочку. Ну, хоть теперь что-то полезное. Потому что обсидиан стики. Хоть как-то. Плееркор. Ласковезеринг. Награда меня не любит. В общем, открываем нашу книжечку. И у нас осталось последнее. Последнее это Condensed Matter. Condensed Matter. И нам дадут награду Chemical Basket. Ну, посмотрим. Оно последнее. И знаете, мне кажется, что оно будет какое-то сложное. Его можно только разложить, да? Из биомодифайера. Хорошо. Биомодифайер можно из био-луча-ми сделать. Или вот из такого... А, нет. Из этого и делается. Что-то замкнутый круг получается. Я хочу вот этот Condenser получить. Как его подполучить? И столько из биомодифайера. А биомодифайер можно получить из био-алчеми. А био-алчеми можно только из Red Matter. А Red Matter? Что-то непонятно, ребят, происходит. Это Redder. Это биомодифайер. Хорошо. Его можно синтезировать. Но все равно надо... Это непонятно. Это надо читать. Так что, наверное, наши химические приключения на сегодня закончатся. Наверное, надо что-то вот с этими штуками делать, чтобы получить что-то посерьезнее. Итак, и у нас, кстати, задание по Манюлину появилось. Опять Манюлина. Да вы серьезные, ребята. Еще есть вот веточка с всякими деревьями. Там, я так думаю, что цель будет все-таки добраться до Jungle Tree. И потом себе скрафтить типа бобы, какао-бобы. И, в общем, зафигачить всю эту веточку Baked Wind печеньками. Собственно, на этом все, ребята. Нет, нет, вкладка. Мы с вами открыли просто огромнейшую ветку. И при большом желании можно теперь крафтить себе некоторые ресурсы, которых нам не хватает. На данном этапе из всех ресурсов меня волнуют только Кобальт и Ордит. Мне кажется, что Ордит будет там ниже в Незер сфере. А вот Кобальт можно будет как-то размножить, как-то вот по этой схеме как-то здесь работать. Но, ребята, надо накопить здесь 18 миллионов энергии, чтобы сделать вот этот Политул, да? Политул. Страшная штучка. Политул. Политул. Вот страшная, просто страшная штука. Но я ее хочу сделать. Я ее хочу сделать. И я просто уверена, что если задаться целью, и зафигачить много дерева в черкол, и из него сделать вот эти карбоны, а потом из карбона вот эти тюбы, то я приду к этой цели когда-нибудь. Все-таки приду. Может, это займет у меня несколько дней. Но мы с этим справимся. На то это и эти карты на прохождение, и там дальше задания будут тоже на миллионы всякой, всякой членой. А на этом все, ребята. Надеюсь, вам понравилось вот такое, возможно, для кого-то скучное, для кого-то интересное знакомство с Майнчемом. По моему мнению, достаточно интересный и развивающий мод. Очень, 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 очень мне понравилось. Так что на этом все. Спасибо вам, что были со мной в этих увлекательных научных приключениях. С вами была Флешка, и всем пока-пока!